Приветствую всех друзья! Сегодня на повестке дня поистине уникальный, хоть и широко известный советский комбинированный токарно-винторезный станок 1А95 и его старшие собратья 1М95, 1Д95 и 1Е95. Универсальный комбинированный токарно-винторезный станок 1А95 собирался на Новосибирском станкостроительном заводе 16-го портсъезда, в отличие от последующих, более совершенных версий. Станок предназначался для выполнения токарных, фрезерных, сверлильных, расточных, шлифовальных, долбежных и заточных работ, а также для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения разнообразного осевого профиля, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне. Несмотря на довольно привычную для данного класса конструкцию станины и основных узлов, у станка мы наблюдаем еще и непропорционально большой фартук с большим количеством органов управления. На суппорте можно также заметить уже привычную поперечную подачу, которая сконструирована в виде стола с Т-пазами и на которой в зависимости от надобности можно фиксировать малую продольную подачу средстводержателем или другую оснастку. Ввиду того, что станок является универсальным, была усложнена и конструкция кронштейнов, на которых фиксируются передние и задние бабки. Таким образом, станок обладает возможностью регулировки высоты центров. Это необходимо для выполнения таких работ, как фрезеровка, заточка, шлифование и другое. Кроме всего прочего, на верхней поверхности передней бабки можно заметить и сверлильно-фрезерные устройства, довольно внушительных размеров. Последнее крепится на винты к передней бабке и имеет собственные направляющие в виде полукруга, предназначенные для установки фрезерного устройства в одно из двух основных положений. Первое положение, называемое также сверлильное, настраивается таким образом, чтобы сверлильная головка была направлена в сторону передней поверхности передней бабки станка. В этом же месте находится и круглый стол с Т-пазами, на котором можно крепить, например, станочные тиски. Второе положение достигается поворотом фрезерного агрегата в сторону токарного станка. В данном случае, суппорт и его стол выполняют функцию координатного стола. У сверлильно-фрезерной головки есть свой собственный электродвигатель. Если вы подумали, что это все, то я обращу ваше внимание на другой торец станка, собственно правый, где прячется небольшой заточной станок, также имеющий собственный двигатель. Электроника для последнего располагается в правой ножке, где кроме этого можно заметить на дверце штепсельные розетки для того же заточного, а также шлифовального приспособления, которое также входило в комплект и монтировалось при необходимости. На этой же дверце между розетками находятся два выключателя, верхний из которых является водным, ну а нижний служит для выключения насоса охлаждения. Ну а раз мы плавно перешли к органам управления, то я предлагаю разобраться с рукоятками фартука, думаю многим будет интересно. Самое правое положение занимает рычаг, который присутствует на всех винторезных станках, включение маточной гайки ходового винта. Вторая рукоятка предназначена для включения реверса суппорта. Самое верхнее положение на фартуке занимает рукоятка включения автоматического поперечного перемещения стола. Левее располагается рукоятка включения автоматического продольного перемещения суппорт стола. Ну а самое левое положение занимает маховик ручного продольного перемещения, а сверху рукоятка поперечного ручного перемещения стола. Если перейти к органам управления на левой ножке станка, то тут мы также замечаем немалое количество рычагов а чтобы в них не запутаться то попробуем совсем разобраться самое нижнее положение собственно в левой ножке станка находится коробка с электрикой на крышке которой располагается рукоятка переключения на реверс электродвигателя токарно-фрезерного агрегата в левом нижнем углу находится выключатель освещения станка выше располагаются две кнопки собственно кнопки запуска и остановки оборудования станка над электрической коробкой расположена коробка подач по типу нортона на передней поверхности которой мы замечаем в правой части рукоятку включения ходового винта либо ходового вала левее находится две рукоятки для переключения скорости подачи либо величины шага нарезания резьб очень странное расположение и скорее всего неудобное занимает валик винта вертикального перемещения коробки подач и собственно передней бабки хоть и находится на передней поверхности коробки подач в самой верхней ее части не зная конкретно для чего этот квадратик будет довольно тяжело интуитивно догадаться управление коробкой передач состоит из двух рукояток переключения вращения шпинделя передней бабки либо двойных ходов ползуна долбежного приспособления а также из рукоятки переключения двухсторонней фрикционной муфты коробки скоростей учитывая что у станка есть гитара со сменными шестернями в задней части передней бабки располагается рукоятка переключения трензеля сверлильно-фрезерная установка имеет как и полагается свои собственные органы управления на заднем конце хобота располагаются винты для регулировки натяга кленового ремня при изменении скоростей вращения шпинделя на левой стороне установки мы можем заметить все рычаги управления рядом с двигателем находится коробка управления с электрикой на крышке которой выходит рычаг переключения реверса электродвигателя правее его находится рычаг переключения скоростей вращения они же находится рычаг ручного ускоренного перемещения шпинделя как вы уже поняли, это рычаг для осуществления сверлильных работ и он может быть установлен как справа, так и слева. Для замедленного перемещения шпинделя при фрезеровке на переднем торце располагается маховик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующая версия данного станка 1М95 собиралась уже на другом заводе, а именно Алма-Атинский завод номер 21 имени 20-летия октября наркома среднего машиностроения СССР. Данная версия станка является наиболее распространенной и хоть похожа на 1А95 как две копии, у 1М есть довольно приметные отличительные особенности, о которых мы и поговорим. При первом взгляде на станок очень сильно бросается в глаза расположение сверлильной установки, и да, она стала только сверлильной, так как для осуществления фрезерных работ в комплект шло фрезерное приспособление, которое монтировалось на шпиндель передней бабки вместо кулачкового патрона, что как вы понимаете об удобстве никто не думал. Возможно, таким образом достигалась наибольшая жесткость, но процесс монтажа, как вы понимаете, довольно непростой, и наверняка эта фрезерная головка не такая уже и легкая. Теперь сверлильный агрегат перекочевал на заднюю поверхность передней бабки и жестко там укрепился, а вместе с ним и сверлильный стол. Органы управления установки переместились на противоположную сторону, что вполне логично в плане эргономики. Ввиду того, что освободилось место, где раньше располагался стол сверлилки, коробка подач стала длиннее и появилась возможность ее модернизировать. Появились еще два ручега управления. Все остальное осталось прежним, за исключением некоторых технических характеристик. Вся комплектация осталась прежней, вплоть до заточной и шлифовальной установки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через несколько лет на том же алматинском заводе появляется версия 1D95, которая по внешнему виду существенно отличается от предыдущей не только новым угловатым дизайном, но и более удобным с интуитивно понятными органами управления. В этой модели можно распознавать черты половины советских станков такого же класса. И хоть сверлильная установка осталась на своем месте, у станка появился шкаф с управляющей электрикой. Станок стал компактнее и более специализированным, как токарный. Теперь с уверенностью можно сказать, что это полноценный токарный станок с дополнительной функцией сверления. Очень заметно уменьшился суппорт и фартук, а все рычаги управления автоматическими подачами перекочевали с передней поверхности фартука на правую боковую. У станка появилось ускоренное перемещение по двум координатам, рычаг для которой находится также на правом торце фартука. Поперечная подача потеряла свой стол с Т-пазами. Теперь малая продольная подача фиксируется, как обычно, на поворотном шарнире. Также очень заметно отсутствие кронштейнов для подъема бабок по высоте. На данной модели передняя бабка намертво фиксируется к станине, образуя с коробкой передач и подач монолитный блок, на котором располагаются уже довольно привычные рукоятки управления. Продолжение следует... Продолжение следует... Последним станком из линейки является станок 1Е95, который по сути является копией 1Д95 и практически ничем визуально не отличается. Но если их расположить рядом, то можно заметить, что станок 1Е95 стал чуть больше и массивнее. Также есть некоторые отличительные особенности в технических характеристиках. Не зная какой именно станок перед вами, можно с легкостью его перепутать, даже будучи профессионалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь ролик был полезным. А если ты новый зритель, не забудь подписаться. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok